Благодарю за донатик, фанат группы Виконт. Текст доната. Оцени мою рецензию на альбом Аматери. Спасибо большое. Самое тупое, что я не слушал альбом. Оцениваем рецензию в отрыве от альбома. В далёкой-далёкой галактике, давным-давно, русская рок-сцена была явлением примечательным, интересным, нелишённым своего шарма. Сейчас же она представляет собой всё то, что уже когда-то придумали другие, не считая проектов по типу условных The Hatterson, об этом как-нибудь в другой раз. Которые тоже представляют собой что-то, что уже давным-давно придумали другие. Например... Не могу вспомнить название. Гоголь-Борделл. Ленинград даже. Ну ладно. Тем не менее, больше всего радует то, что у отечественных исполнителей постепенно стала пропадать тяга к западному звучанию и сопряжённой с этим явлением вторичностью материала. Да, на самом деле есть как будто, что челики сейчас начинают уже потихоньку что-то понимать и... ну как бы не просто копистывать, а что-то типа вот именно переосмысленно прикольное делать. То есть как будто начинает появляться, да. Постепенно начала пропадать тяга к жизни рок-звезды с запойностями и прочим. А вот это, наоборот, вот этого не хватает. Все очень серьёзно относятся к своему дерьму, а настоящих рок-звёзд их вообще нет. То есть знаете, в чём прикол? Вот у меня реально без шуток такое ощущение, что вот почему на таком абсурде, как говнида, типа было 100 человек, полный зал, и просто все вообще неистово угорали и так далее. Притом, как если просто один человек на сцене под плюс колбасится. Потому что вот именно мало челиков, которые угарно делают. То есть потому что рок-н-ролл, он как раз наоборот, он подразумевает угар, веселье, что это сделано прежде всего, чтобы было прикольно. А уже потом, типа, кто-то начал наделять какие-то там сложные, глубокие смыслы вот этим всем и так далее. И самое тупое, что как бы и музыка простая. То есть ладно, окей, прогрессив, да, там хорошо сразу вспоминается, в котором, ну, типа, будет тупо, если там будет тупо. Но при этом и музыка не прогрессивная, та, которая, то, что в среднем мы слышим даже, то, что выпускается. То есть даже те, кто уже, уже имеет известность, уже там, типа, в музыке какое-то, в России имя там значимое, но, типа, не стыдных таких трушных рок-звезд, да нету вообще, по-моему. Кого можно назвать? Типа, вот этот чел, вот это реально не стыдная, как бы, наша, типа, рок-звезда. Кого сейчас можно назвать? Можно кого-то из уже умерших вспомнить. А вот, типа, таких вот, ну, этой трушности ее не хватает жестко, на самом деле. Как, впрочем, и достойной серьезности тоже. Но это появляется. Пить плохо и тяжело. Рожать что-то отдаленно, напоминающее творческий материал после хорошей тусовки сродни сизисову, сизисову труду. Надо во время тусовки. Опять же, то есть зависит от того, какой материал, какая, какая музыка и что требуется. То есть для какой-то музыки, типа, ты что, дурак, если трезво ее придумаешь? Придумываешь. Вот. А если... Ну, короче, от музыки зависит тоже, на самом деле. Тяжело перевариваться, по-моему, или вы бы знали. Когда-нибудь я узнаю. Я просто мало пью, на самом деле. Я очень редко пью. Но на каждом концерте своем. Я, сука... Да и не обязательно в своем, в принципе. Как бы, вы что? И не обязательно концерте. Ну, короче, иногда можно и жрануть, я считаю. Чувство похмельного стыда не испытываю на постоянной основе для меня куда более характерно сомнительное, апатичное настроение. Не знаю, чем связано. Наверняка, в первую очередь, говорите о том, что тусовка более чем удалась. Не просто так возникают доквамины ямы, правда? Ну, а еще целый абзац о себе. Уже, как бы, по идее, для рецензии, ну, странновато. Ну, окей, то есть все равно будем считать, что это ввод в какую-то тему. Апатичное настроение. Ну, типа, нихера не охота, просто... Такое что-то. После тусовки. В смысле, да. Ну, наверное, да. То есть проблема... Проблема всевозможных, короче, веществ, особенно если не по чуть-чуть, а очень сложно так чисто чуть-чуть и остановиться в правильный момент. В том, что, как бы, да, все. Типа, очень сильно вся эта херь тебя ну, на несколько... на какой-то срок превращает ну, более дерьмовую версию тебя же самого. И вроде как это может из-за того, как это расслабляет там или еще что-то как-то, ну, типа положительно повлиять на творчество. Но на самом деле это просто снижает градус самокритики. Но проблема в том, что реально, если музыкант слишком самокритичен и если он слишком... Есть музыканты, которые слишком там самокритичны, и они считают, что... То есть вот по трезвоку он сыграет что-нибудь, да ну, говно какое-то, бухнет и такой, да не, нормальный трек. А почти все поклонники будут считать, что это реально охренительный трек. И, соответственно, иногда просто нужно реально вот как бы внутреннего самокритика приткнуть и не стесняясь сделать просто залупу. То есть больше для этого как будто. Но так, типа, чтобы помогало это как-то в творчестве. То есть если изначально говяна все, то как бы, конечно, это только добьет дальше. То есть, ну, и на самом деле это все, да, залупа. Текст будет чем-то напоминать явление похмельной пробки. Чуть тверденько, в этом много жизненько. Не знаю. Похмельная пробка, я не думал о том, что это именно в таком порядке еще все выходит. Я думал, что ну, как бы, главный прикол просто в самом вот этом твердом. То есть, что у тебя очень жестко такая бух, прям вылетает, короче, прям твердая говеха после бухла. Да, у меня было такое пару раз. Не знаю, по какой нездоровой причине я мучаюсь описаниной в таком состоянии и знать не особо хочется. Прикольно делать что-то, потому что можешь. Скорее, с этими занимателями. Но все равно видишь о себе рассуждение. То есть, в этом проблема этой рецензии. Типа, как бы это и неплохо, ну, типа, хочешь, высказывайся. И особенно если, ну, типа, ты хочешь это сделать, и если тебе либо все равно будут ли это особо читать, либо для тебя важнее, как бы, факт манифеста, допустим, бывает, чем факт того, чтобы его заметили, тогда делай, как знаешь и так далее. Но в целом, я тебе могу сразу сказать, что ну, ты много просто делишься эмоциями своими. Это не совсем, ну, типа, это не рецензия уже, не совсем рецензия получается. Наверное. Ну, как вы скажете, графомания без обид. там дальше нормально, как бы, идет все. То есть, ну, опять же, графомания еще, может и графомания, на самом деле. Но, типа, не факт, что это плохо. То есть, я считаю, что все равно, да, типа, если ты что-то, ну, то есть, я тоже люблю о себе байки травить на стримах постоянно. И я такой, лало-мания у меня, да, то есть, типа, мания не писать, а болтать всякую, там, залупу и так далее. Но все же, ну, честно, немного нытьем отдает. Вот в чем проблема. Именно этого, этих двух абзацев. Но, ну, не сказать, что это прям, это не прям нытье, оно просто вот отдает им. Сразу такой, блин, что-то чел там рассказывает, что я как будто сру, у меня апатия, то есть, ну, оно все вот отторгает. И, наверное, типа, с этим стоит поработать. То есть, даже если, ну, это можно подавать просто, это надо подавать как-то более привлекательно, что ли. Тогда это, даже это будут хавать. То есть, когда ты делишься, типа, ну, хотя, на самом деле, вот то, что ты там про похмельную пробку выдал, типа, то есть, рафлянку, уже все это, уже может кого-то приколоть. То есть, нужно, типа, ну, немножко, мне кажется, кеками какими-то разбавлять, чем-то таким. То есть, хотя даже у тебя херовое настроение, там, условно, сомнительное, апатичное. Но, если ты... Плюс, слишком формальный такой текст еще. Как будто не совсем живой человек его написал. Как будто, вот, как попытка сделать, как будто бы, как писатель пишет книгу. Опять же, может быть, это специальный стиль, потому что так прикольнее, типа, тебе самому. Но, очень устаревший стиль, мне кажется. Мало кто ценит такие телеги. Даже грамотно, классно составленные, и... То есть, мне нравится, что, как все оформлено, как все грамотно написано, запятые по уму расставленные, и так далее. Я ценитель. Вот. Но могу сказать, что просто мало кто заинтересуется таким чтивом. Мне так кажется, по крайней мере. Чисто из-за ощущения графомании, которое начинается еще и в самом начале. То есть, надо как-то вот завлечь сперва, короче, челика, чтобы он такой, блин, интересно, что там дальше. И где ты в середине? А знаешь, у меня апатия! Такая сука! Так. Прикольно делать что-то, потому что можешь. Скорее всего, я этим занимаюсь, пишу не потому, что хочется, а потому, что могу. Мотивация сомнительная. Хочу попробовать как-то семантизировать количество контента в этом паблике. Ну, то есть, ты просто плотно держишь в курсе. В этом пообзаться. Окей. Спасибо. Я как-то писал в своей любимой похмельной музыке с океалтскульной Ротскер в обнику битмейкбер и вот так тусуются. Хороший текст, один из моих любимых. Есть проклятие писателя. Такой гордый титул. Я совсем не претендую. Назвал себя чувственным эксгибиционистом. Ну, может, да. То есть, вот тебе как бы хочется так полупублично, но не совсем типа поделиться просто чем-то, что у тебя внутри. Ну, по идее, хорошее, ну, то есть, ничего плохого в этом нет точно. Хорошее начинание. Но есть, как это сделать лучше. И все, сам знаешь, что я тебя учить буду. Начинаешь повторяться и впоследствии испытываться. Обычно называется какой-нибудь невразумительной чушью, типа характерный литературный прием имеет место быть, но, как по мне, это просто невозможность родить что-то новое. Творец любого контента всегда будет зациклиться на самом успешном мнении. Но не критиков или аудитории, неважно приеме возрастая, но возвращаться к нему. Я стараюсь избегать таких вещей просто потому, что не хочу становиться заложником собственного скромного вокабуляра. Поэтому стараюсь постоянно как-то диверсифицировать речь как устную, так и письменную на то, как водится была преамбула. Ёп, ты загрузил как, а? Сложными словами. Ну, вот тут начинается, видишь, немного напоминать уже гитарных блогеров, да, наших любимых, которые любят именно вот накидать умных слов, но при этом не сказать, что за этими умными словами скрывается какая-то невероятно умная мысль, которую нельзя было бы передать проще. Опять же, может тебе по кайфу вот это вот пишешь, диверсифицировать, ааа, и такой сам, да, да, преамбула, ооо, сука. Я заложник вокабуляра, я диверсифицирую свою устную речь. Такая преамбула моей рецензии. Я не претендую на гордый тит. Это вот что-то вот, угар именно на форме больше, чем на содержании. Ну, это сам понимаешь просто, чем это чревато. Если тебе по кайфу и тебе вообще срать, тогда мое почтение. Если хочется, чтобы больше людей читали, ну, типа, вот это как бы залупом. Оцени рецензию на альбом Аматерио. Ну, типа, вот оцениваю, короче, я просто не знаю даже, как бы, с какой точки зрения. Фабула пошла. А-а-а, фабула, да-да-да. Прошлым постом, который психия, начал цикл постов русской альтернативы, как ты сожгадаться, продолжится он постом этим. Короче, смотрите, это, вот это, блин, ну вот, вы поняли, вот это слово преамбула, вот это, вот это все, и плюс еще вот это, это вступление. Ну, как бы, вопросы. Прошлым постом начался, ну, рассказ пойдет в группе Аматерио о альбоме 2019 года под названием Doom. Не тот, который с Doomgay на потанцовке запил Мика Гордона и чертями, если что, а похмельный юмор никогда не был моей сильной страной, пришли меня извинить. А вот как раз наоборот прикольно, вот похмельный юмор самая вот пока забавная штука в тексте, на мой взгляд. Ну, типа, моя оценка, если, моя оценка такая. бум, типа, как у Мика Гордона на этом, вы понимаете, как игра-то, не тот, который с чертями. Нормально. Пластинка записана с новым послеславиков вокалистом Сергеем Раевым, Раевым, не знаю. Является логичным результатом музыкального развития группы. То, с чем мы имели дело в шестерке, на ней поиски есть ту тачки. Обрело более осознанную форму, заигрывания в рэпкор стали интереснее, вокал стал крепче и сильно увереннее. Ну, окей, то есть описал это все. Ну, короче, я одновременно вот про себя могу сказать. Вижу что-то очень близкое мне. Как бы, мужик, я ни хера не понял, что ты сказал, но ты мне близок. Типа, вот как в том было в фильме, в Джей Молч Ливи Боб. Ну, типа, чел совмещает в себе как бы угар на тему там шутеек про говно, там, не знаю, группу Виконт, и при этом вот так вот посидеть, замудрить, прям вот как будто вот, вот прям вот таким, как будто искусством каким-то таким заняться, то есть вот именно вот все так сформулировать вычурно, вычурно, да, то есть вот это все. Я как будто тоже угорал по такой истории. У меня до сих пор описание написано не в неформальной какой-то как бы манере, а вот там Моисей Великанов, это такой-то и такой-то, легендарный чел просто. То есть я вот это вот все сделал именно ну, чтобы повыпендриваться немного, это святое, то есть плюс, чтобы просто, чтобы очень обидным образом затыкать рты хейтерам, типа, чтобы там прям вот всеобъемлюще широкий подход к современной музыке от второй половины двадцатого века, типа, вот это вот все, то есть, короче, пасты я тоже прям катал знатное, и до сих пор накатываю иногда, мне нравится эта тема, причем именно бывает, что на серьезных щах достаточно, и тоже вот так все именно сформулирую, не прерываясь на формальные слова, но по итогу самый прикольный формат, вот то, что у меня именно идет сейчас на стримах, это больше неформальная всякая херня такой, то есть именно в этом, вот мне кажется, вообще весь кайф Моисея Великанова, что я даже говоря о музыке достаточно какие-то сложные, серьезные такие всякие, типа, аналитика идет профессиональная, но все это подается в форме, как будто просто батя показал своему, и он такой, говно какое-то, это залупа, я говорю, вообще, что-то петушки какие-то поют, и типа, из-за этого становится смешно достаточно, то есть и смешно, и прикольно, ну типа, и даже может и не смешно, а типа реально познавательно, интересно, то есть вот когда вот в такой форме, мне кажется, это самое крутое, то есть разбавлять юморком, там и так далее, не сидеть там занудничать просто тупо, а именно погыгыкать, просто, и вот здесь как бы обрело осознанную форму, там вот это все, если бы ты написал, короче, что, послушал я эту залупу, дум, типа, но дум оказался не тот, что у Мика Гордона, где он сантрек делал, а вот какой-то вот такой, дум, ну и не та дума, что государственная, типа, а вот такая какая-то, странную думу надумали, аматори, короче, новый вокалист, скажу честно, по-моему, мужичок более такой, интересный, конечно, чем прошлый вот этот вот чел, ну потому что чисто горло есть нормальное у чувака, тащит, просто жжет, ну ты понял, формат, как будто вообще вот такой, если бы, шива за дистрактор, да, чувак, как ты это сделал, просто, да, 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 извиняюсь, шива за дистрактор и песня Whiskey Within Women, их должна быть просто сука, обзор на матрице сразу такой себе, да, блин, что-то на твои комментарии уже даже чуваки жаловаться начинают, что ты все срешь все время, год, бро, блин, так, раньше группа славилась своей свежестью, достойным, зачеркнутым подбором, отбором рифов и других, черно-белые дни были подрезаны Чимейра, что-то было слизанного с Сойл Ворк, короче, это Кааре от мира нью-металла, только логика Дум должен был стать русскоязычной ато, эмо, не знаю, что, питерским хактивистом, но худой конец архитекста, исполняющим кавер на Расторгуева, но нет же, при первом прослушивании альбома вызывает сомнительное ощущение, почему, потому что чем-то напоминает шедевр камеди-рока буквально от Эдос главным бриллиантом во главе этой клоуняжьей короны композиции под названием «Звездная грязь». Прямо прослушиванию возникло непредаваемое желание отстирать этот альбом с гдог до лавы, но нет же, не гоже, помню, слитно, мне уподобляться говноедом забытого богом сайта Дарксайд, не дождетесь. Альбом не лишён потешных перлов как в звуковой составляющей, так и в текстовой с шизофазическими строками в духе сумасшедшего Юры Шевчука ради денег никогда не написать, что трогает сердца. Чё это не написать, кстати, во-первых, это ж бред. Например, или вечность заберёт к отцам однодневный хлам. Пфф, можно было бы заканчивать, но нет. Не буду вести с академателиновой детстве с гампи-догами в 2003-м было лучше, не дождётесь, люблю веб-метал, set my friends on fire, поэтому могу смело говорить о том, что дум хорош. При всей абсурдности текстов музыка брутально кочёво, весёлая, очень-очень танцевальная. Ещё он хорош потому, что этот альбом чем-то смахивает на молодых, шутливых энтершикаре, которых я тоже обожаю всем сердцем. Назолевый троник, абсолютно дубовые брикдауны, джентовые заигрывания, рваные ревифовые структуры и нереально угарные куски речитатива за жизнь. Звучит уже потрясно, правда? Давайте полное отсутствие хотя бы попыток держать баланс, если уж не стилистический, хотя бы в отношении, в соотношении инструментальных партий. Теперь это звучит как абсолютно гениальное музло либо как безвкусная жвачка и дешёвая калька с успешных западных проектов. Каким он является на самом деле, решать уже вам, дорогие читатели. Но этот альбом однозначно заслуживает вашего пристального внимания. Блин, а вот концовка прям хорошо пошла. Прям вот как вот реально, вот сперва твёрденько вот очень шло, как алкогольная пробка, а потом прям хоп-хоп-хоп жизненьким так всё классно вышло и в конце уже, ну, по сути пошло. Вот мне кажется, в этом проблема стилистики таких текстов, что они как бы требуют такого введения. Посидел что-то там, потравил, ну, короче, ребята, вот что-то вот там за жизнь могу сказать, что сейчас я капец просто на алкашах просто жёстких сижу. Ну, о чём это я, типа, да? То есть вот это вот именно формат такой. Он требует, как будто бы это структура формата таких текстов. Сперва задушить немного, а потом выдать что-нибудь уже интересное. Но вот как это сделать иначе? То есть как это с одной стороны проявить свой, как ты сказал, чувственный экзгибиционизм, и с другой стороны всё-таки поймать чувака за яйца, который зашёл в текст, и сходу вот, чтобы его прям заинтересовать. Просто сейчас же уже не та эпоха, как именно в журналах статьи, которые всё равно тебе нечего делать, и ты будешь их читать. Даже если поначалу там идёт именно вот душатина всякая. Всё равно вот проблема таких текстов, что нужно их адаптировать под современные реалии. И именно прелесть в том, что ты... Это твой журнал, ты свободен. Хочешь, матерись. Хочешь, просто пять раз подряд напиши жопа, жопа, жопа к абслокам, просто жопа полная, полнейшая жопища, жопа, а не альбом, жопа, жопа, я насрал из жопы, всё, пердёж. Всё, конец рецензии. Хочешь просто вот в этом кайф, ты свободен делать любой абсурд, лишь бы было круто. А ты в итоге делаешь именно стиль старых журналов. Мало кто оценит. может быть, всё-таки за то один из десяти тысяч какой-нибудь найдётся и такой вау, сука, вот это ты пишешь. Вот я такое вот хочу, как будто старые журналы читаю. Кайф. Но с другой стороны, я не знаю, что хочешь сам вот ты, франк группы Виконт, типа ну ты сам решай, всё, я тебе как бы вот оценку сказал. То есть тут я не хочу там от нуля до десяти оценивать, я просто вот прокомментировал своё имхо. Мне кажется, мне кажется, на мой вкус, было бы круто вот типа, ну то есть начинать с того, чтобы зацепить. Побольше пьяного юмора всякого. вот прям ещё проще. То есть ты сидишь, мудришь там вот как бы. Если тебе по кайфу, то да, конечно, делай. Но ты такой вот как будто вот сижу вот как бы могу это делать. Просто ну чё нет, типа вот как вот типа вроде хочу, а вроде нет. Но ну короче, опять же, вот смотри, вот есть канал Моисея Великанова, есть контент, который я выпускаю на YouTube. сделать там, скажем, песню говниды с клипом, это много муторной, ну то есть пусть и весёлой в каком-то смысле, но это прям вот попыхтеть надо всё равно, короче, то есть это прям заняться так, много делать душни, которую как бы надо, не хочется, но надо, чтобы нормально вышло, да, и ну ладно, сделаю, окей, окей, вот это то, сё, там, сука, записать, сводить, ну, окей, зато трек получился. А есть вот эти видосы, которые просто, вот я вообще не парюсь, когда я их делаю, сижу, трещусь, там, за лупу всякую, и всё, только выкладывать не забывай. И вот это, казалось бы, оно должно тебя как-то вот расстраивать, что, блин, я какое-то говно делаю, примитивное, тупое, я даже не стараюсь, как же это ужасно, как же, я не могу, как я могу так делать? А на самом деле, это, в итоге, самый кайф, когда ты понимаешь, что наибольшую эффективность тебе приносят даже не то, ну, над чем ты больше всего стараешься, а именно вот людям по кайфу, что ты сидишь просто, им нужно просто больше. Типа, нужно просто, как бы, в какой-то момент понять, что, ну, как бы, найти вот этот принцип, типа, я не знаю, грамотного взаимодействия с аудиторией. То есть, я в какое-то время сидел, допустим, думал, что, блин, ну, не буду же я прям совсем полную залупу делать, надо, чтобы хоть немного было интересно зрителям то, что я мучу. Когда-то, наверное, в самом начале YouTube-канала, хотя не, я вру, может, я никогда так не думал. Но, может быть, тебе надо вообще прям полную какую-нибудь хрень сделать. Ну, то есть, то, что тебе суперлегко, то, как тебе прям максимально по кайфу, и, может быть, в итоге это и окажется самая вообще там твоя, уже не та статья, о которой ты здесь говорил, которая у тебя успешная, а вот, типа, ты новую сделаешь максимально простым кайфовым образом, просто вот, типа, вот, как будто корешу рассказываешь. Короче, Аматери послушал, новый вокалист круче, чем старый, этот, типа, ну, хотя бы жопа, типа, у него там жопа, жопа, ну, просто что-нибудь, своими словами как-то это описал бы. А может тебе и так по кайфу, именно вот так. Не знаю, короче, вот, вот я тебе навыдавал чего-то, а что тебе делать с этой информацией, я не знаю. Спасибо за донат. Спасибо за донат.